Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Добрый день и коротко о главном. Построили больше, чем в спокойном 2019 году. Ульяновская область – лидер ПФО по выполнению нацпроекта «Жилье и городская среда». Проявить милосердие – это не только помочь нуждающимся, но и помочь себе стать лучше. В ульяновских магазинах продолжается акция «Тележка добра». И мороз не помеха для жаждущих знаний. В регионе началась неделя образования. Ульяновская область – лидер ПФО по выполнению нацпроекта «Жилье и городская среда». Результаты определили из расчетов сданных квартир на тысячу человек. По итогам прошлого года на территории региона ввели в эксплуатацию свыше миллиона квадратных метров жилья. Показатели перекрыли цифры также удачного 2019-го. Тогда построили миллион девятнадцать тысяч квадратов. Кроме выполнения федеральных планов, области следят за действием социальных программ, направленных на улучшение жилищных условий. Например, проект поддержки младых семей и губернаторская ипотека. Собрали документы быстро, достаточно простая процедура. Очень удобно для работников учреждения здравоохранения. В дополнение к стимулирующим проектам в регионе продолжают обеспечивать жильем детей-сирот. У нас за 2020 год более ста детей-сирот получили квартиру. То есть они въехали в будущее свое жилье. Пока они по социальному налиму получают эти квартиры, сроком на пять лет. По истечении пяти лет они имеют право их получить в собственность. В региональном Минстрой рассчитывают, что в этом году свои квартиры получат 180 детей-сирот. Что касается выполнения нацпроекта, то ориентиром, как и всегда, являются цифры, озвученные федеральным центром. Это 818 тысяч квадратов. Всего же за ближайшую десятилетку на территории области построят и сдадут 9,5 миллионов квадратных метров жилья. Помогать ближнему можно даже в продуктовом магазине. В Ульяновске продолжается проект Общероссийского народного фронта «Тележка добра». С начала пандемии в 12 магазинах одной из торговых сетей Ульяновска установлены пункты для сбора продуктов, из которых волонтеры формируют продовольственные наборы, а затем передают нуждающимся семьям. Я очень благодарна тому, что все-таки в России есть какие-то акции, волонтерские движения. Благодаря им все-таки семьи, попавшие в тяжелую трудную жизненную ситуацию, выживают. Это очень огромная помощь. Проект стал частью акции «Мы вместе». Волонтеры готовы прийти на помощь всем нуждающимся. Достаточно позвонить по телефону горячей линии. 8 800 234 11. На этот телефон горячей линии может обратиться любой желающий, заказать себе набор, если есть необходимо. Также волонтеры Общероссийского народного фронта оказывают помощь по доставке продуктов питания, по вывозу мусора, по уборке снега тем, кто это нужны. Но это чаще всего немощные старики или малоимущие, либо многодетные семьи. Стать благотворителем может любой желающий. В тележках добра можно оставить нескоро портящиеся продукты, например, крупы, печенье, макароны или консервы. Нынешняя неделя объявлена в регионе тематическая для нацпроекта образования. Об этом на встрече с журналистами рассказала министр просвещения Ульяновской области Наталья Семенова. По ее словам, в регионе пройдет более 250 различных мероприятий. Среди них и конкурс научно-исследовательских проектов, и популяризация дополнительного образования, и даже общение с родителями школьников. Мы точно знаем, что все, что делается в рамках национального проекта, однозначно будет влиять на повышение качества образования в целом. Можно было себе представить, что сельские школьники будут знакомы с квадрокоптерами, дронами, с современной компьютерной техникой. А эти кадры сняты в Центре детского творчества номер 2, что в Засвияжском районе Ульяновска. Одно из направлений, которое здесь изучают школьники – робототехника. Оборудование удалось получить благодаря как раз вот нацпроекту. Надо думать очень хорошо, понимать этот урок. Например, физику тоже самое надо понимать. Чтобы у тебя хорошо память работала, тоже надо. И чтобы, например, надо, ну, робототехник, чтобы еще мелкую моторику надо вырабатывать. Для нас это очень престижно. Во-первых, детям очень интересно, привлекает их к новому современному оборудованию. Востребовано родителями и обучающимися. На 2021 год мы подали также заявку. И также в рамках недели нацпроекта большое внимание уделят популярным и активно развивающимся в регионе проектам, таким как «Точка роста» и «Кванториум». В предстоящую ночь православные люди начнут отмечать праздник Крещения Господня. У россиян принято в этот день окунаться в Иордань. За вырубкой проруби на пруду близ монастыря Архангела Михаила в Комаровке наблюдала Элла Шахова. Пила двуручная, топор, бензопила, кувалда, бур. Всеми этими инструментами рабочие пытаются прорубить Иордань в пруду возле женского монастыря Архангела Михаила в селе Комаровка. Прорубь, в общем-то, небольшая. Четыре метра в длину, один в ширину. Но лед в этом году толстый, 60 сантиметров. Морозы постарались. Много людей на Крещение приезжает. Много, да. Местница приходит, из города много приезжает. И у нас, как правило, в ночь служба начинается. Вот с 12 начинает купаться. И, в общем, до 4 утра, и потом целый день. Ну, три дня Крещения идет, три дня народ ходит, люди ездят. Праздник Крещения Господня был установлен в память Крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Духовенство, однако, напоминает. Купание в проруби никакого отношения к духовной жизни не имеет. Грехи смываются покаянием. А погружение в прорубь – это просто благочестивая традиция, которой многие следуют из года в год. Такое ощущение, как после бани, когда только попарился, выходишь, тело разогретое. Поначалу, конечно, сковывает холод, а потом, когда выходишь, уже намного жарче в любой мороз. Непосредственно и 20 градусов, и 25, и 30 даже, пусть будет минус на улице. У нас уезжает еще такое состояние просто и облегчение. Это крещение, то есть это путь через покаяние, изменение себя. Если раньше твоим проводником была совесть, как бы тоже дар Божий, да, вот, и ты совестью управлялся, то когда ты принимаешь крещение, ты получаешь вот этот дар Святаго Духа, и ты видишь больше, можешь больше, и получаешь такую силу необоримую, что ты можешь не просто изменить себя, а ты получаешь силу менять себя легко. Он любую ситуацию принимает как данную от Бога, и это его не выбивает из седла никогда, ни при каких условиях внешнего мира. Хоть пандемия, хоть авария, хоть увольнение. Великий праздник, великая ночь. Люди верят, в это время открываются небеса к просьбам людей. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. 18 января крещенский сочельник сегодня закончились святки. Святое время, как именовали его в народе, когда люди ходили друг к другу в гости, славили Бога, веселились на славу, и, конечно же, пели рождественские калятки. Материал наших коллег из Симбирской митрополии. Калятки начинают петь в рождественскую ночь. Как только на небе появляется первая звезда, все садятся за стол славить рождение Христа. Песнями славит Бога, вплоть до крещения Господня. Вот вся богословская сторона этого события вылилась в какой-то чувственно-эмоциональной форме в виде вот этих колядок, которые и в музыкальном смысле достаточно просты, и в содержательном смысле тоже не имеют глубокой философской нагрузки, но при этом выражают, в первую очередь, какую-то светлую радость вот в этом событии. Один из главных атрибутов колядовщиков – звезда. Ведь именно появление вифлеемской звезды ознаменовало Рождество Христово. Для колядования символ Рождества делали как можно заметнее и ярче. Закрепляли ее на длинной палке, украшали лентами и гирляндами, чтобы было заметно всем издалека. Как вот эти языческие народы, которых представили волхвы, собственно говоря, придя поклониться создателю мира, были руководимы этой некой звездой, неким чем-то сверхъестественным. Точно так же и мы, прославляя Господа, надеемся, что и нас, эта звезда, эта некая сила высшая приведет к истинному Богопознанию. Небо и земля, небо и земляны не дожистуют. Духовенство Симбирской митрополии поздравило рождественскими колядками и духовными песнопениями сотрудников епархии. Священнослужители рассказали о празднике и о рождественских традициях. Некоторые из них подзабыты, но многих обычаев современные люди придерживаются и сейчас. Суть рождественских поздравлений – это пожелание того, чтобы Господь благословил предстоящий год и чтобы праздничные дни, период святок, прошли в светлой радости праздника Рождества Христова. На многое благое лето дарует Богом ясного неба, счастья и мира мы вам желаем от Бога и Господа. Елена Гончарова, Алексей Волжин, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. И к другим темам. На первом этаже областного дворца книги – выставка «Ульяновск фронту». Экспозиция состоит из архивных документов, газетных вырезок и фотографий, подтверждающих тот подвиг, который ежедневно совершали ульяновцы на заводах, в госпиталях и на сельхозполях. Не только непосредственные участники боевых действий, но и работники тыла 1418 дней приближали общую победу. Именно к нам были эвакуированы промышленные предприятия, организации, наркоматы. И огромное количество населения, в том числе дети из детских домов Ленинграда и Сталинграда. Экспонаты изыскали сотрудники регионального госархива из самых болезненных воспоминаний работников, принимавших эвакуированных сирот. Измученные и очень худые от голода, они все смогли устоять на ногах. Об этом и многом другом. Без чего в 1945-м водрузить красное знамя над Рейхстагом было бы невозможно, расскажут местные архивариусы. Экскурсию необходимо заказать заранее по телефону, указанному на сайте госархива. Выставка проходит в рамках Года памяти и славы России и посвящена присвоению Ульяновску звания «Город трудовой доблести». Стартовала виртуальная городская акция «Стань краеведом». Она пройдет с 18 по 24 января в рамках шестой недели краеведческой книги. Ее участниками могут стать именно ульяновцы в возрасте от 7 до 18 лет. Цель акции – популяризация знаний о своем крае среди школьников и студентов. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и ответить на вопросы онлайн-викторины «Наш край». Здесь они могут выбрать любой абсолютно раздел из представленных. Там есть 7 разделов – это география, экология, история, достопримечательности. Все они касаются, конечно же, нашего города Ульяновска. В каждом из этих разделов есть 20 вопросов. В каждом вопросе есть несколько вариантов ответов. То есть это обычный формат викторины. Акция проходит второй раз. В прошлом году в ней участвовали более 500 детей. 150 из них стали победителями, набрав более 170 баллов. По итогам акции также были выделены школы с наибольшим количеством победителей в этом творческом состязании. Первым тогда стал многопрофильный лицейный родиныц с имени Владимира Мендельсона. Есть желающие показать свои знания в краеведении и сегодня. Мне интересна история моего города. Мне интересно то, какие великие люди здесь проживали. Что я могу сделать для своего края? И чем я могу быть полезен? Я смотрю на примеры исторических личностей и понимаю, что мне есть к чему стремиться. Достопримечательности меня больше удивили, их история, потому что когда проходишь мимо, ты не углубляешься в это. Ну стоит и стоит. А так начинаешь изучать подробнее, понимаешь, что же это все значит, какая это великая память для всего города и для живущих здесь людей. Ребята, набравшие 65 и более баллов, получат именной сертификат. Образовательная организация с максимальным количеством участников, получивших сертификаты, также получит сертификат за занятые призовые места. Самый успешный воспитанник православного спортивного клуба «Пересвет» при Ижадовском монастыре Владимир Алексеев встретился со своими юными одноклубниками. Сделал это мастер спорта по ММА и боевому самбу сразу после очередной победы на профессиональном ринге. Победу в этом поединке одержал боец с синего угла Владимир Алексеев побеждает. Это восьмая и очень яркая победа «Пересветовца Владимира Алексеева» в статусе профессионала. В сетку турнира «АМС Файт Найт Виннер Кап» он попал в последний момент. Соперник Ингуш Рамзан Дзауров не лыком шит. До встречи с Владимиром Алексеевым у него был рекорд 7-2 и он намеревался его улучшить. Дважды в концовках первого и второго раунда Дзауров устраивал в тренерском штабе Алексеева валидольные ситуации. Но Владимир все ошибки исправил, сделал вывод и устроил так, что третья пятиминутка встречи больше походила на красивый реванш над Рамзаном Дзауровым, более опытного спортсмена. Закономерный итог – победа единогласным решением судей. Как бы все три раунда, то есть полный бой, сто процентов выложился. И своей силой почувствовал то, что я способен больше провести, я думаю, пяти раундный прям. Спустя несколько дней Владимир уже в окружении своих главных болельщиков – ребят-воспитанников клуба «Пересвет» в селе Самородки. Он для них пример для подражания, а его победы – главный стимул в тренировках. Владимир, он как, ну, я не знаю, пример для вас, для всех, что несмотря на то, что мы из глубинки, мы из глубинки. Вы вспомните те времена, когда мы приезжали на соревнования, и когда видели, что клуб «Пересвет» приехал на соревнования, у всех сразу падало настроение. С призовых денег за последний бой Владимир приобрел и подарил своему клубу пять пар боксерских перчаток и два комплекта кимоно для самбо. Свой следующий профессиональный бой Алексеев проведет уже в марте, в Сочи. Там он будет биться за право борьбы за чемпионский пояс организации АМС «Файт Найт». Елена Тимонина, Дмитрий Гурин, Вести Ульяновск, из Барижского района. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее информация о погоде. Хорошего дня. До встречи. Увидимся. Берегите себя. Сейчас в Ульяновске 28 градусов мороза. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.